Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскрес! Во истину воскрес! Во истину воскрес! Во истину воскрес! Сегодня 28 апреля 2019 год, и мы продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка. 10 глава с 32 по 45 стихи. И будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанна и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» И отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано?» И, услышав десять, начали негодовать на Иакова и Иоанна, Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельмоз же их властвует ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Они чувствуют, что с ним происходит нечто особенное, а может быть они испытывают и смутные предчувствия великих предстоящих событий. И святой ужас охватывает их. Мы так свыклись с фактом страдания и смерти Христа, что потеряли правильную оценку невообразимого величия этого события, а также и всего ужаса его для самого Христа, Святого Сына Божия. Чем существо стоит выше в своем развитии, тем глубже оно чувствует, как все во Христе должно было возмущаться при одной мысли об ужасе смерти и о том, чтобы находиться во власти грешников и духов злобы поднебесной. Ефесянам 6.12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Он шел навстречу грядущим событиям сознательно, добровольно, с невыразимым томлением и скорбью. Лука 12.49 Огонь пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Чаша – символ скорби. Псалом 10.6 Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, а гони серый палящий ветер. Их доля из чаши. Исайя 51.17 Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Марка 14.36 И говорил, лава, очи, все возможно тебе принеси, чашу сию мимо меня, но чего я хочу, ничего я хочу, а чего ты. Вот, повторили пройденный материал, чтобы было в контексте понятно. Дальше сейчас идем. Значит, крещение – это погружение в данном случае в скорбь. То есть, нужно уяснить, когда говорил Господь о крещении, когда спрашивал, можете ли креститься тем крещением, которым я крещусь, они сказали, можем, и он им пообещал, что да, будет у вас. То есть, в данном контексте нужно понимать, что крещение – это погружение не в воду, а в скорбь. И вот мы считали на прошлом занятии – бездна, бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды, твои воды, твои прошли надо мною. Кто помнит, о какой бездне говорится, вернее, о двух безднах? Давайте, подключайтесь. Игнать Тихонич, вас не слышно. Не слышно? Игнать Тихонич, не слышно вас. Так, или это у меня отключен? Подождите. Нет. О! Не слышно, Игнать Тихонич. А меня слышно? Напишите. Меня слышно. Игнать Тихонич, вас не слышно. Смотри, что. Игнать Тихонич, вас не слышно. И он нас не слышит. Так, ну что же делать-то? Отключить его, что ли? Да заново подключить. Что посоветуете? Да может он и не с нами разговаривает. Свернул окно и там в другом месте где-то. Ну а звук-то у него в колонке-то. Или он может так сделать, что он себя может отключить, нас-то как? Игнать Тихонич, вы выйдете, опять зайдите. Ну я его тогда отключаю, потому что это не дело. Без него нам тяжело будет. И обратно сейчас его подключу. Потому что он и молился, наверное, микрофон не включил. А меня хорошо слышно, да? Еще раз. Да, хорошо. Все. Что-то у меня не получается. Игнать Тихонич, вас не слышал, сейчас вас слышат. Я вас отключил, обратно подключил. Вы что-то говорили, а никто... А что я говорил, слышно разве было? Нет, не слышно было. Ну я тут записываю, тут сейчас позвонили мне, срочно материал подготовить. Вы меня не выключайте. Я буду здесь. К вопросам как раз будет. Еду ты в другой город, и тут нужно срочно заполнить диск. А, то есть, ну понятно. Так у меня все как бы включено, но я сам записываю на свой аппарат. Все, теперь понятно. А то вы что-то говорите, мы думаем, что нам, а оказывается, вы не нам, да? Откуда что брали? Так вот, два получается. Одновременно тут включена работа. Так, но вы тогда микрофон отключите на скайпе, чтобы вы нам не мешали. Все. Сначала то, что было. Нет, вы не отключили микрофон, Игнать Тихонич. Вот сейчас, да, все. Так, ну а мы продолжаем. Игнать Тихонич на два фронта работает. Так, давайте тогда без Игнать Тихонича. Я думал, что он отвечает на мой вопрос. Он на прошлом занятии отвечал. Кто помнит, бездна бездну призывает голосом водопадов твоих? Какая бездна, какую бездну? Отвечайте. Бездна милосердия Божьей. Бездна грехов моих, бездна милосердия Божьей призывает. Правильно. Вячеслав, молодец. Так, приходится, видите, вчера на прошлом занятии на середине остановились и нужно будет повторять. Так, так самоуверенно и так далее. Как самоуверенно ответили апостолы, и чем все это кончилось для них? Впоследствии они в другом духе приняли эту чашу и крещение. Крещение. То есть, когда они говорили, что да, можем, они были совершенно в другом духе. То есть, они не о скорбиах об этих не думали. А что за скорби? Давайте порассуждаем. Вот говорится здесь, что чем выше человек к Богу, тем сильнее он эту скорбь ощущает. Вот кто может разъяснить, о какой скорби? Говорится здесь, имеется в виду. Крещение, погружение в данном случае в скорбь. Когда им говорят, крещением, которым я крещусь, будете креститься. А какой скорби? Поактивнее давайте, не бойтесь, если ошибетесь. Гонение. Что? Погромче. Гонение, гонение за веру. Гонение за веру. Да, то есть, он праведный. То есть, это вот скорбь, а как бы о несправедливости на этой земле. Я святой, грешный, люблю людей, помогаю. А меня гонят злые люди. Они имеют власть надо мной. Это, чтобы понять не было. То есть, тебе вынесли спиртный приговор несправедливо. И глумятся над тобой. Понимаете, у вас какая скорбь. Мне не приходилось такого испытывать. То есть, мне не было такого, что не осуждали, несправедливо. А вот Игнать Тихонович, он как бы шутка такая была. Его когда в тюрьму посадили за веру. Вот, но... И его мама пришла в тюрьму передачку-то приносить. Ну и все там рассуждают. Вот моё там сыночка-то ни за что посадили у всех. Сыночки сидят ни за что. А мама Игнать Тихонович говорит, а у меня вот за дело, говорит, его посадили. За дело. И вот этот скорбь действительно, те матери врали. А может и не врали, а может действительно сейчас лошадь рядом, убрать не в погонах. Заказали человека, осудили его. Вот. Кому-то дорогу перешел. Денег взятку дали судье. Все, в тюрьму. Представляете, какая скорбь. Это ладно там, ты знаешь, что ты рано или поздно выйдешь там из этой тюрьмы, отсидишь там. Ну а когда смерть, уже все. Так, меня слышно? Да. Слышно, хорошо. Да, Наталья, что-то... Напишите Наталье, что это у нее, что меня слышно. Вот, сейчас она присоединилась. Так. Так, микрофончики, смотрите там у кого. Проверьте микрофон у кого-то. Да, теперь слышно. Если что-то не слышно, вы отключаетесь и заново подключаетесь, и тогда восстановится. Псалом 48.1. Бездна, бездну. Так, прочитали. Деяние 12.2. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Почему этот стих? Непонятно. Так бы спросить у Игната Тихонича, он же составлял это. Может, у кого-то есть мысли на сей счет. Откровение 1.9. Я, Иван, брат ваш и соучастник, в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патном. За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Вот этот стих понятен. То есть, о скорби говорится. То есть, он посадили в темницу. Вот и написано. Брат ваш и соучастник в скорби. То есть, скорбь. Когда на невинных людей, на христиан устраивают гонения злые люди неправильные. Это, конечно, скорбь. И нужно не отчаиваться. А то был такой случай. Одна женщина, Игната Тихоничу, помогала очень много. Она предприниматель. И для лагеря жертвовала много. А потом так случилось, что товар у нее пропал. То ли грабители, то есть, поезд. В общем, она потерпела большие убытки. И она отчаялась. И оконы сожгла. И все. Да где этот бог, что он мне не помогает. То есть, вот такое бывает, часто случается. Вот. То есть, человек не выдерживает. И вместо того, чтобы за скорби бога благодарить, потому что верующему все содействует ко благу. Вот. И гонение на христиана, кровь христиан, это семя христианства. Ну, 40 мучеников, вспомните. И один уверовал, который воин, который их мучил на озере. Видя веру, их мужество. И тоже вот. Не придется ли каждому христианину отведать эту чашу в некоторой мере? Вопрос. Ну, и тут, даже сейчас не будем гадать, тут сразу в Деянии 14.22 дается и ответ. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. То есть, уже в книге Деяния нам говорится, что была такая вера и поучение, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И обычно эти скорби наступают незадолго после того, как человек принял крещение. То есть, душа еще не утвержденная, и дьявол со страшной силой нападает на эту душу, как бы ее смутить, ну, или обольстить, обмануть, ввести с пути истинного. Вот. Поэтому нам нужно к этому быть готовыми, знать это, и кто проходит оглашение с крещением не торопится. А то, может так случиться, что вот многие у нас потерпели кораблекрушение в вере, может быть, даже вот из-за этих скорбей и гонений. Так. И дальше вот нам ряд мест Писания предлагается. Первая Петра, 3.19. Давайте их все сейчас откроем и прочитаем. Там следующее место. Ольга Симоненко и Анна, 3.5.8. Открывайте. Ну и следующий, кто не Галатом, 1.4. Вот. Я сейчас пока первый буду открывать. Первая Петра, 3.19. Побыстрее нам прочесть. Первая Петра, 3.19. Которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал. Это здесь говорится о том, когда Господь, вероятно, сходил в ад после своего распятия. 20-й стих. «Некогда непокорным, ожидавшим у их Божьего благотерпения, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». То есть вот этим душам, видимо, Господь проповедовал. То есть они ждали, верили, а остальные-то, ну что? Утанули, не поверили. Так, следующее место Писания. Ольга Иоанна 3.5.8. Нет Ольги с нами. Здесь, здесь я. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Да, то есть тоже вот этот скорбь от того, что вот безгрешный человек страдает за грешных. И... Но это вот равносильно, что вот вы знаете, допустим, убийцу. Вы видели этого убийцу, как он убивал человека, но вы там присутствовали. А появились вот лже-свидетели, которые сказали, что это вы застрелили человека. А вы знаете, что вы невиновны, но вас идут на расстрел. И что у вас в этот момент в вашей душе будет происходить? И вот как христиане мы должны делать так, как наш Господь заповедал нам, и так делать, как Он. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Молитва за врагов. Оболгали, оплевали, завушали. Так, следующее. Галатам 1.4. Читайте, кому там задание давал. А никому не давал, никто я не... Не это. Давайте я прочитаю. Давай. Так как Он избрал нас... Галатам 1.5. 1.4. Галатам 1.4. 1.4. Так как Он избрал нас... В нем. Нет, не то. Послание к Галатам. 1 глава, 4 стих. Подожди. Я просто из книжки. Подожди. Немного... Который дал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. По воле Бога и Отца нашего. Вот Галатам 4. Уже прочитали, да. То есть здесь тоже, то есть сам себя за грехи наши, как бы вот. А для чего Он это сделать? Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. То есть это воля Божия, то есть Отца нашего. Вот. То есть все это впереди мы читали вот о скорбях, вот об этих вот крещением, в котором я крещусь, вы можете креститься. И вопрос, а мы обыкновенные христиане, не апостоли, будут у нас эти скорби и гонения? Да сплошь и рядом. Сейчас пока тихое мирное время, и мы молимся, чтобы Господь по милости своего продлил, чтобы мы могли уделять, чтобы было еще уделять нуждающимся, чтобы работа была, чтобы все, как бы жизнь была тихая, безмятежная. Это тоже угодно Богу. Мятеж это что такое? Революция, войны, кровь. Тоже как бы ничего хорошего. Но, также писание говорит, проклят кто меч, Господин удерживает от крови. То есть, когда чаша переполнена, беззаконник. Вот. Великая Отечественная война, когда безбожная власть коммунистическая и фашисты, вот два дракона стали биться друг с другом. по-другому никак нельзя было людей обратить к Богу. И потом уже Сталин обращается к братьям и сестрам, то есть, он уже речь как бы православного христианина. Многие его к лику святых как бы возносят, что он сохранил Россию. Как политик, да, молодец, сохранила Россию, но Христос нигде не учил сохранять Иерусалим. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, разрушено все будет, все. За грехи ваши. Он нигде не готовил там повстанческое переворотость. В нем видели этого вождя, но этот вождь, как вождь политически не оправдал их надежде. И он в ее глазах стал предателем Родины. И они его распяли большей частью, скорее всего, из-за этого. Галатам 3.14 еще предлагается. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? Ой, если бы только без пользы. То есть, тоже вот, а претерпели, а польза какая есть от того, что претерпели? Конечно, есть. От этого вера наша укрепляется, потому что мы в этих скорбях, гонениях, у нас, мы же преодолеваем эти скорби с помощью силы Божьей. И вера в эту силу Божию, она усиливается. Первое фессалоникийцам 5.10 Умершего за нас, чтобы мы бодрствуемли или спим, жили вместе с ним. То есть, не нужно забывать, что Господь умер за нас. Когда мы были еще грешниками, так Писание говорит только настолько Бог возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного Адабы. Всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Закон Божий глазит возмездие за грех смерть. Ева этому закону не поверила, поверила дьяволу, который ее обольстил, обманул тем, что сказал, что нет, не умрете. какой-то плод, казалось бы, ну что там такого? Да что, у Бога плодов этих, что ли? Что ему жалко, что ли, этих плодов? Нет, грех не послушались, и сейчас миллиарды людей из-за этого плода умирают, то есть все мы смертные. Иоанна 10.10 Давай я прочитаю. Давай. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Да. То есть здесь вором назван дьявол. Вот что характерно в писании и господь тоже вором называется приходит как тать ночью. То есть неожиданно никто не ожидает. Дьявол вором назван и господь вором назван. Также и львом и господь назван и дьявол назван львом. То есть в смысле что господь лев как царь, а дьявол лев как хищник ища кого поглотить. Вот такая удивительная книга Библия что одно и то же живое существо совершенно с разных сторон трактуется смотря в контексте о чем говорится. нужно знать толкование смысл прочитанного всегда. Второе конец Коринфянам 5 глава с 15 по 21. Кого есть? Римлянам 4,9 дальше смотрите. Второе Коринфянам пока открывал забыл 5,15,21 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение, примирение. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвуя за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Он всякий раз удивляется, вот как, мы не знали, что именно в этот день будем вот эти места читать, но у Бога все вымерло, вот как раз Пасха Христова, вот эти места как раз говорится о Его смерти и воскресении, ни раньше, ни позже. Римлянам 4.9. Читаю, Сергей Павлович, блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера менялась в праведность. Да. то есть, здесь говорится, что вера меняется в праведность. Вера Авраамова, в чем вера его заключалась, он верил, что Господь силен его сына воскресить. И Бог настолько его любит, что просит сына заколать. ну, ну, это вот проверка сейчас, как бы, ну, кто из вас готов пожертвовать сыном ради Бога? Да, ну, нет такой веры. Авраам поверил, и это вера в милость ему, в праведность. А на прошлом занятии читали, кто оставит жену, детей, ради меня, евангелие. то есть, вот как от ребенка отказаться? Как? А он не верующий, он не верит. И Господь даст тебе детей верующих, то есть, ты и жену оставь ради меня. Как оставить? Ну, она не верующая имеется ввиду, препятствует тебе идти к Богу. Поэтому Господь в данном случае благословляет разойти здесь. то есть, это не единственный случай, когда разрешает Господь разводиться. Вот, а может быть оставить ее на время, пока она не уверует, просто не жить с ней, и потом, когда она уверует, опять сойтись. откуда ты знаешь? Странные глаголы говоришь. Что? Странные глаголы ты говоришь. Что странного? Странные глаголы говоришь, говорю. Библию. Что странного? Я цитирую Библию. Для мира. Для мира, наверное, он имеет ввиду. А, странные глаголы для мира. Ну, конечно, кто с женой оставит-то? Ради его. О, Игнать Тихонович. Для мира. Алло. Хорошо. Сами-то подключайтесь. Так, сейчас Игнать Тихонович просит подсоединиться. А что ты имел ввиду, Виталий? Поясняй тогда. Связь, к сожалению, плохая. Я буду говорить, опять там прерывается. Ну, я не принимаю, Сергея, вот это вот. Оставить жену там. Все. Это, если она не верующая, ну, как там, не хочет жить, тогда, ну да, тогда да, если не хочет. Она не хочет, она не верующая, но она или он там, я не знаю. А инициатива со стороны верующего не должна происходить, ну, развода не должно быть. Такого нет. Аминь. Аминь, да. Ну, Господь сказал эти слова, то он там не сказал, кто оставит, оставит жену и детей ради меня и наваги, того, тому при жизни этого сто крат воздастся. Вот. Ну, если эти слова как бы сказаны, то, значит, я их неправильно толкую, или мы неправильно их понимаем? Ну, не буквально же принимать, ну, не буквально же принимать, вырви глаз там, выпни локо свое, давай буквально будем Евангелие принимать, что ты городишь-то? Оставить, слово стоит, ну, на время, значит, оставить, а как по-другому? Растолкуй ты как правильно, ну, нельзя оставлять, но Господь сказал, кто оставит. Не надо их на первое место ставить, имеется в виду, понимаешь, люди ставят семью там на первое место, выше Бога, понимаешь, вот, ценности в шкафе, в иерархии ценностей там, жена выше Бога, очень часто такое было, или муж там, или семья там, или дети, и все, вот это имеется в виду, я думаю, так. А, то есть, на первом месте Бог, тогда все остальное на своем, если на первом месте жена, тогда неправильно, это имеется в виду. Я так думаю, да, Сергей? Да, я принимаю, я согласен, я что, я попячес. Мне это толкование больше нравится. Нельзя же он оставлять, если они того не желают, конечно, а то, даже в жития святых, мы считаем, оставил, и ушел в монастырь, семью, и что, это прославляется, между прочим. Я тоже считаю, это неправильно. Однако, это прославляется, Дмитрий Ростовский, жития святых. она вообще в мужскую одежду, залезла в мужской монастырь, сбежала. Я это тоже не принимаю, ну, а церковь принимает, так что получается, мы против церкви идем, поэтому мы и занимаемся, и разбираем, все это. Не зря там, Игнатий Тихонович, в колокольчик, в колокольчик бил там, на многих местах, когда читал. Да, и ты, вот я сейчас сказал, ты раз в колокольчик, безвяхнул, правильно, молодец. А другие промолчали, проглотили, и все. Может быть, это проверка была. Так, Титу 2.14. Ну, вообще-то, можно взять толкование блаженного офиса афилакта, и прям зачитать, и как он растолковывает. А то, просто вот, Сергей, вы сейчас говорили свое мнение, Виталий говорил свое мнение. Можно взять афилакта, и посмотреть, и все сразу принять. Давайте, открывайте. Есть такая возможность? Напомните, пожалуйста, какая глава, и какой стих потребует минуты, времени. Сергей Павлович, я нашла. Говори. Титу нашла. Какой ведь дал? Матхея 19.29. Матхея 19.29. Титу искал? вы толкование? Нет, я толкование не искал. сейчас открываю 19.29. Сейчас. там если есть возможность на экран вывести, нет? Нет, я книги буду. я нашел. зачитываю толкование 19.29. Матхея. Слышно меня? Да, слышно. Хотя Петр, как человек бедный, по-видимому, не оставил чего-либо большего. Но знаю, что на самом деле, и он оставил многое. Мы люди обыкновенно, и не за немногое держимся крепко. А Петр, кроме того, оставил все мирские удовольствия. И самую любовь к родителям. Отказался от сродников, от знакомых, и даже от своей воли. И ничто так неприятно для человека, как своя воля. Впрочем, и все означенные страсти восстают не только на богатых, но и на бедных. Уже ли в самом деле сядут, как говорит Господь? Нет. Под образом седение означает только преимущество чести. Но уже ли сядет Иуда, который был там вместе с другими, когда Господь сказал сии слова? Так же нет. Ибо это сказано о тех, которые решительно последовали Христу. То есть до конца. А Иуда не до конца последовал ему. Бог часто обещал блага достойным. Но когда они изменяются и становятся недостойными, отнимают у них эти блага. Подобным образом поступает Он и с непокорными, часто грозит им, но не посылает беды, как скоро переменятся. Дмитрий, извините, остановитесь, пожалуйста. Это двадцать седьмой стих. Вы не то читаете, это не об этом речь идет. А здесь просто толкование начинается именно двадцать семь, тридцать. Здесь конкретно нет толкования стиха двадцать девять, точка. У меня есть. А у меня нет. Ну вот, я нашел толкование. Двадцать семь, черточка тридцать. Я начинаю читать двадцать семь, черточка тридцать. Ну вот, я нашел толкование. Подождите, братья, не спорьте. Говорит это не с тем, чтобы мы оставляли родителей беспомощными или разлучались с женами, но научает нас благоугождение Богу предпочитать всему плотскому. Виталий прав. Так как от проповеди Евангелия имела возгореться брань между людьми, так что дети должны были отрекаться от отцов, то Господь и говорит, кто оставит ради Евангелия плотское родство и вообще все плотское, тот и в семь веки получит все это во сто крат более и в будущем жизнь вечную. То есть здесь Фефелак четко говорит. Четко. И Виталий был прав. Просто Виталий говорит, а мне кажется, и вы, Сергей Павлович, а вот я тоже думаю. Ну вот здесь Фефелакт он точно подтвердил мнение Виталия. Точно прям. Вот тут дальше давайте про жену. Потому что вот о семье речь идет-то. Потому что в другом месте Господь о жене говорю не разводиться с мужем. И кроме вины пролюбодеяния. Здесь еще как бы вот лазейка такая, она не верующая, поэтому я не говорил так. То есть я говорил, что оставить ради Евангелия, если не верующая, препятствует. То есть препятствует, это значит, она не хочет жить с тобой. А как быть, если она хочет жить с тобой и препятствует тебе? Муж, допустим, говорит, я хочу жить с тобой, но ты в церковь ходить не будешь. Я тебе башку-то пором сейчас раскалю. И жена идет навстречу, говорит, кали. И после этого случая он никогда больше на нее руку не поднимал. То есть он понял, что вера и развода не получилось, но жена сказала, я не буду тебе подчиняться в этом плане. Вот и все. А другой момент, когда муж говорит, так, сегодня идем в Идальское капище, а завтра в церковь. Согласна? Жена говорит, нет, не согласна. Тогда разводимся. Хорошо, это ты сам решил так. Иди, входи в Идальское капище, а я буду ходить в православный храм. Это твой выбор, дорогой мой муженек неверующий. Я не имею права тебя удерживать. А оставлять ради Евангелия жену, это вот имеется в виду, сказано, что на первое место Бога ставить, а семья на втором. Так, что ты написала? Пусть... Да, вот Наталья выставила сюда то, что прочитали. Пусть колет, если в живых останется потом. Ни в коем случае с мужем не соглашаться в его прихоти и хотению. То есть, имеется в виду, когда муж препятствует и все, и угрожает тебе. Ну, все, значит, ты будешь мученица за Христа. Твой муженек родной неверующий отправит тебя в рай. На это тоже нужно иметь веру. И жизнь с неверующими супругами, это, конечно, соборный крест. Сергей Павлович, я даже добавлю, Игнатий Тихонович даже по поводу вот этого стиха он даже ссылался на какой-то собор, по-моему, поместный, там, ладикийский, либо, может быть, карфагенский. То, что там есть такие слова, что всякие оставляющие жену, семью, там, детей под видом благочестия, да будет под клятву. Вот и все. Да, то есть этот стих неправильно перетолковывали, вот как я... Да, нет, собор все правильно установил, как раз таки. Мода на монашество началась, ее все сразу вырубили, как раз таки. Вот и все. Да, он настругал десять ребятишек, а кормить не охота. Пойду-ка я в монастырек, там, меня сами будут прихожане кормить, там, подадут на подаяние. Да, и всякая точка ставит здесь хорошую, все четко. Слава Богу, разобрались, благодарение Виталию. Все, вы извините, если что, то я тоже могу ошибаться. Братья, бодрствуйте! Так, на чем мы остановились-то, Господи? На титр 2.14. Давай. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный, к добрым делам. Аминь. То есть, все говорится здесь о смерти Христа. Для чего это было? Вот. Далее читаем. Смерть Христа имела определенную цель. Он не смотрел на свою кончину, как, например, мужество и верности своим принципам. Сократ. Или как на печальный финал идеалиста-мученика. Его смерть была актом добровольным. Так, ну давайте остановимся. Про смерть Христа понятно, он добровольный. А вот эти вот впереди. Сократ приводится? Или печальный финал идеалиста-мученика? Что это пример мужества и верности своим принципам? Сократ. Кто знает? Расскажите. Можно сказать? Да. Ну, Сократ, это мудрец, особенно известный. И в одном месте его признали, что он развращает молодежь. Его принудили выпить цикуту. Яд. И он выпил. Вот это Сократ, первая строчка. То есть, не добровольно лишён был жизни. Но он выпил. И так человек, который идёт, допустим, Александр Матросов или Зоя Космодемьянская. Да, они герои. Ну, если верить написанному всё как есть. Но они шли не добровольно. Поднимитесь повыше, Игнат Тихонович. Повыше поднимитесь. А? Повыше поднимитесь. А то вас не видно. Вот так вы опять склонились. Или камеру опустите. А так видно? Так хорошо, да. И вот здесь как раз делается сравнение. Мученик. Он фатальный. Он приговорённый к этому. Вот как японские. Они самолёты взлетают у них. А они, которые колёса, они отстаются. Ему сесть уже никак нельзя. Если он промахнулся мимо корабля, он хоть какую-то лодку должен найти, но ударить по ней. Погибает. А у него выбор был. Они согласились там на это. Ну, война. А тут Христос пошёл за грехи людей страдать. Вот и делается сравнение. Вот и всё. Спаси Христос. Ивана 10.18 Никто не отнимает её у меня, но я сам отдаю её. Имею власть отдать её, и власть имею опять принять её. Сию заповедь получил я от отца моего. То есть говорится о жизни Христа. О добровольном его желании умереть за грехи людей. Всякую минуту он мог отказаться от такого исхода Христос. То есть Матфея 26.53. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Прекрасно. Представляете, какой соблазн у вас. Это когда Пётр вытащил, по-моему, меч из ножен, и, по-моему, одному из первых священников ухо отрубил, и Христос как раз таки ему повелел обратно засунуть. Сказать эти слова. Да. То есть у него возможность избежать смерти было. Вот об этом эти слова и говорят. И как человек, он как бы противоречит. Доминует меня чаша сия. Но когда читаем дальше, запятая идёт. Но не как я хочу, но как ты. Как человек, он не желал смерти. А как Бог, он желал смерти Сына, дабы другие, благодаря этой смерти, могли избавиться от грехов. Слава Богу за всё. Аминь. Поняли. Вопрос, но он не желал, не желал. Но он всё равно, как и по человечеству, всё-таки он смирился и согласился. Я правильно понимаю? Ну, правильно, конечно. Правильно, правильно, понимаешь? Правильно, понимаешь. Потому что апостолы же были люди, это же не боги были. Вот. И они тоже, как люди, крещением, которым я крещусь, будете креститься. То есть и скорби у них были, и гонения. А Пётр, он даже перед смертью говорит, вы только меня переверните вверх ногами. Его добрая воля, когда распинать будете. Но каково было бы в каком случае наше положение? То есть если бы он согласился на то, чтобы его 12 легионов ангелов спасли от смерти. Тогда искупления не было бы. Да, да, да. Аминь. Не только высокое учение принёс Христос, но искупление. Вот фильм есть такой, рекомендую. Посмотрите, искупление. То есть он нас искупил из ада. То есть закон Божий, возмездие за грех смерть. Очень сильный фильм, короткий, очень сильный. Возмездие за грех смерть. И этот закон не приложен, он должен исполниться. Мы должны умереть за грехи наши вечной смертью. Не просто вот временной. Тело умерло и всё, как многие сектанты учатся. А потом лопух на могиле и дальше ничего нет. Нет. Если есть грех, а мы, человечество согрешило, будучи нетленным. Адам он был нетленным. А согрешил, стал тленным. И мы от него рождаемся все тленными. И цель нашей жизни вернуть вот это вот нетление. То есть царство небесное, в котором раньше жил Адам и Ева. Но оно уже сейчас при жизни наступает. Царствие Божие внутрь у вас есть. Когда у тебя мир с Богом, ты примирился и не грешишь. И слушаешь его, исполняешь его заповеди. И поверил, что за те грехи, которые ты совершил, в том числе и первородный грех, он и есть грех. То есть во грехе родила меня мать моя. То есть человек рождается уже вот он с печатью тления, с печатью греховности. Он не рождается вечным, так скажем. Не нетленным. Он рождается тленным. И чтобы нам из тления перейти в нетления, должна быть смерть, кровь пролита. Таково закон Божий. Бог не может простить ничего просто так. Потому что его закон, он не может свой собственный закон нарушить. А иначе для чего было бы Единородному Сыну Всевышнего воплощаться? То есть если бы не было искупления за грехи, а зачем тогда все он это сделал? Бог мог бы послать людям для такой проповеди ангела или выдающегося пророка или учителя. Действительно. А зачем такие жертвы? Ангел сказал, все, верьте в ангелы и спасетесь. Перестаньте грешить и все. Всякая вина погашается только страданием. Это закон Божий. Провинился, отвечай. Вор должен сидеть в тюрьме. Украл, выпил в тюрьму, как в том фильме. Ответственно. Римлянам 4.25. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть это мы четко должны себе усвоить. Предан за грехи наши, то есть мы согрешили, все согрешили, все лишены Слава Божией. А для чего воскрес? Для оправдания нашего. А как он нас оправдает? По вере нашей. Поверя в то, что мы умерли. Ой, вернее, что он умер за наши грехи. Тогда мы будем оправданы. Только в этом случае, если мы поверим, что за нас умер Христос. А если человек не верит, что за возмездие, за грех смерть, ну что? Его не веря, его в ад приведет. 1 Коринфянам 15.21. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. То есть, что здесь имеется в виду? Смерть через человека имеется в виду Адам. Я так понимаю, если что, меня поправьте. А через человека, воскресение мертвых, человек Иисус Христос. Он тоже назван Сином Человеческим. Позволяю. Нам трудно и почти невозможно начать мыслить по-божески, по-божеской шкале. Я просто рассказываю, вот сад. Ко мне залез ребенок. Сорвал какой-то плод, там яблоко, грушу. Ну, я его захватил. Ну и что дальше-то? Убивать-то никто даже не будет убивать-то. А если у тебя много, да и наложил ему за пазуху, да в сумку дал. Ребенок же. Да к Адам-то с Евой были маленькие дети, они вообще ничего не знали. Ходили голые, и ни к стыдам у них не было. Они совершенно нормальны. Температура была как раз по ним. Он назвал как? Он не знает ни повадки зверей, ни птиц, ни взаимоотношений правильных, ни с Богом. А понятия от Бога спрятался. Ну даже как у нас иконы, шторка над иконой. Шторку задернул, можно сметанки поесть, пока не видит боженька. И вот здесь, когда начинаешь рассуждать по-божьему, Адам согрешил. И смерть перешла во всю Вселенную, в галактику. Что интересно, спектральный анализ, вот узнают как, ну, при определенной температуре, определенный свет каждого, там, железо одно, золото другое. И как узнают, что на той планете, которая так далеко, там съемка идет, называется спектральный анализ. Вот если так подсказать в спектральном анализе, что там было во Вселенной сегодня. Считают, что формалины, то есть молекулы похожи на формалин. А формалин где употребляется? Где мертвые плавают, чтобы они не сгнивали. Тут отсюда вывод один, что вся Вселенная сделалась мертвая. Умерло людей за этот плод, который они вкусили, съели, не съели, вкусили. Больше ста миллиардов людей. Вторая мировая война там, ну, 55 миллионов, больше-то не было. Так мировая, весь мир фактически воевал. А это не миллионы, а миллиарды сто. И вот теперь понимать подвиг Христа мы никак не можем. Мы только, ну, как-то смиряемся и думаем, вот как он так? Вот один умер, а как он за мои грехи? Жертва Христа невинного, а она охватила всю Вселенную. Кто смиряется? Покаяние не дается только злым духом. Хотя Риген учил, что когда говорится, все во всем будет Бог, значит и демонам, бесам, сатане будет дано время после мучения в огне покаяния. Вот тогда это католическое чистилище будет на месте стоять. Вот за это как раз и говорил Осипов Алексей Ильич. Его считают католиком, там, масоном. Я сейчас посмотрел, какие ролики о нем монахи выступают. А больше-то еще нету. Он и говорит, а за что мучиться и как мучиться, как это вечно. Смысл понятен. Тут ни одно, Бог сказал, и ни одно слово нам не понятно. Потому что слово вечность имеет разное значение. И вот почему теперь, говорит, умер Христос? Я никогда раньше так не встречался с этими, с мусульманами. Вот они здесь выходят. Ну, у меня каждый день многократная встреча. Ну, минимум 10 мусульман, с которыми я беседую. Он согласен со всем. Говорит, Христос воскрес. Он говорит, воистину воскрес. А разве он умирал, тут же сразу говорит. Он культурный. Он умер за нас. Вот сатана главный удар делает на то, что он не умер. И два миллиарда в это не верят. 1300 лет идут ложным путем. Ложным в том смысле, что он умер. Умер. И он взял мой грех на себя. Я вот одно выражение сказал. Люди не понимают никак его. Бог никогда никому ничего не прощает за так. Он не может это свойство Божие. В этом его любовь. Вот мы должны с этим согласиться. Но почему все Адамовы дети уже, раз мы стареем, умираем, значит, Адамов грех в нас. В Адаме все согрешили. Все. Надо согласиться. Никак нельзя объяснить. Вот ко Христу подходит дьявол. Задает три вопроса. Достоевский подробно в братьях Карамазовых это все объясняет великом инквизиторе. В этих трех вопросах заключены все вопросы мира. Правление антихриста на этих вопросах будет. Хлебать, там, чудо авторитета требует человек. И как? Никак. Просто надо соглашаться. И Христос отвечает, когда дьявол, он мог бы сказать, ну и дальше-то. Видел, где он на небе. Нет. Христос цитирует Ветхий Завет. Цитаты. Три раза и три ссылки. Это говорит о том, что мы не понимаем величество этих строк. А по мне, пусть бы другие были слова. Нет. Христос точно до буковки произносит. Я тогда начал дальше размышлять. И мне это напомнило фильм Моисей. Когда он, получается, в Крижале, то огненный какой-то поток летит, как лента. И вокруг скалы, и она на скалу падает, и камень плавится, и оплавленная падает на землю, как кожура. Оплавляет. Вот слова Христа имеют нечто подобное. И когда их считаешь, сатана обожженный отскакивает. Это в житии Павла Препростого такая есть история. Ну, как это, я не знаю. Он такой простой был. Ребятишек сколько у него. Домой пришел и захватил жену, когда жена там любовалась. Она, конечно, как отскочила. Он говорит, нет, ничего. А его спрашивают, она тебе нравится? Ну, я спрашиваю, нравится, нравится. Тебе он нравится. По-хорошему нравится. Ну, вот и все. Воспитывайте детей. Я пошел. Простите меня, Христа, ради подался. И нашел Антония Великого, у дверей его остал. Тот ему не открывает. Тебя не выдержать. Ну, день, два, три, четыре, пять. Он ничего не делает. Около дверей стоит. Антоний понял. Он умрет, но не уйдет. Павел Препростый. И когда к Антонию привели, потом уже, когда он подвиги совершал, девицу, а она бесноватая, Антоний говорит, мне ее не знать беса. Этот бес очень сильный бес. Его может знать только простотой своей Павел. Антоний не может. Когда привели, сказали ему беса гнать, так он отшатнулся. Какого беса? Как я могу? Да вы что? Это Ава сказала. Ава сказал. А он босиком. А там камень лежит накаленный, может, градусов 60. Он скачал на него там из подошвы. Дым идет. Не уйду. Бес. Выходи из него. Бес завопил. Вся боль пошла у него из ног на беса, который в девице в этой был-то. И бес сразу вышел. То есть Бог вот так как бы переменяет, наказывает, чтобы мы поняли. Есть сфера, где нам непонятны человеческие градусы, человеческое рассуждение. Вот они пытаются. Ну как вот так? Бог один и три. Да тебе зачем рассуждать как? Это Божья самая великая тайна. Ты или принимаешь, или не принимаешь. Святые отцы доказывали эту тайну в семь столетий. В семьсот восемьдесят седьмом году только успокоились, потому что уже седьмой вселенский собор прошел. Рассуждая о Божьем величии и прочее, мы должны брать другие категории, другую шкалу измерения. Вот я что хотел сказать. Отошел. Так давайте вопросы, наверное. Да. Так, Сергей, ты книги отправил? Сегодня воскресенье, скорее всего они не работают. Ну ладно, мне звонили насчет диска, ладно пока. Будет отправлен, ко мне заедут. Давайте вопросы. Здесь я не вижу, наверное, нет Вячеслава Семенова. Нету, я ему напишу. Шахмату Алексею Викторовичу приглашение приехать в Потеряевку с 10 июня до 10 октября. Со своей семьей. Я ему домик дам, если он приедет. Завтра Игорь в 9 часов Игорю Добунову, там пенсию ему там не дают какую надо. Завтра там суд будет. Ну кто знает Игоря, можете помолиться о нем. Там чтобы в студиях как-то маленько. То есть он там работал сколько лет, а ему засчитывать не работал. Работал инженером георазведки, золото добывали. Это же несправедливо так. Ну еще, если ничего нет, так можно продолжить. Вы смотрели, как у нас богослужение было, как концерт был? Мы 4 ролика выставили сегодня о нашем пасхальном вечере ночи. Проповедь вашу пока что смотрели, 20-минутную которую, перед трапезой. Да. Концерт смотрели, понравился, Игнатий Тихонович. Концерт понравился? Очень, очень. Особенно, как соловей поет. Понравилось, как поет этот человек. Его звать Тимур. Да. Он из мусульманской семьи. Ну вот так. Понравилось нашей девушкой. Галина зятя воспитает. Да ты что-то торопишься, сестра. Батюшка сильно беспокоится, говорит, я большой беды жду. Сразу же сказал. А батюшка так просто не скажет. Я все объяснил, все говорил, ну и тут дальше еще сказать. Игнатий Тихонович, там дети с начала выступления Пасхи начали рассказывать. Не очень понравилось. Мы с детьми смотрели, даже до того смешно было. А что смотрели? Именно вот Пасха, именно так. Ну как там эта царица говорит? Расскажите мне, что такое Пасха. Ну и там, когда начинает выходить, не знаю, кто это там все организовал, но очень красиво, очень хорошо. А вот смотрите, кто-то сегодня коснулся моей ответы на Максима Козлова, священник МГУ. Кто тут отзывы давал? Это Анатолий, Анатолий. Его нету? Это очень большой материал. Я там разбираю ответы Алексея Второго, первого. Нет, Алексея Второго, Ридигера. Вот. И когда был он митрополитом, Кирилл Гундяев, старая Брящинского Андреяна. Ответ в среднем всех из шестидесяти вопросов только шесть правильный. Это как раз на нашем сайте разбор ответов. Они мне это никогда не простят. Игнатий Тихонович, это Надежда придумала сценочку эту? Ее режиссура, да? А какую? Ну, на концерте. На пасхальном концерте. Ну а что там? Про что спрашиваешь-то? Про Пасху, про Пасху-то Надежда придумала или где-то в другом месте взяли? Я не знаю, не спрашивал. Да. Очень компетентный футболист там был, вопрос о богословии. Сравните в Иерусалиме, как там этот благодатный огонь, какое там идет, ну беснование настоящее. Орут, поднимают мужиков, барабаны колотят, свистят. И какой у нас полная тишина, все свои. Я бы там сейчас тресся где-то, ко мне приезжали из Израиля, из Греции, что вот бесплатно езжайте. Да что же я поеду? Да зачем я поеду? Ну посмотрите, Иордан. Да что, Иордан, у меня опь рядом течет. Ну вот тот опять что-то скажет такой, да у нас все это есть. Я бы ехал зачем? А для веры мне ничего не надо. Молитвой мы проникаем до престола Божия. Да так, Игорь Тихонович. Аминь. Да, там ворует, говорит, ужасно как. Сумочки выдергивает из рук там маленькие воришки. А это еще все, Иордан Кисляков описывал вот в своей книге, когда он побыл вот в Ярусалиме. Он говорит, меня это сразу отпугнуло, торговля и продажа. Да. Вот у нас нет Евгения, он тут все мог бы рассказать. Трапко. Ну еще, давайте дальше. Да я там тоже был, Иордан Кихонович, все слово в слово. Я там был вот два года назад. Мне не один раз предлагали, прям домой приезжали. Ну бутыльки дали с водой Иорданской, а куда их применить-то? Ну стоит он у меня, место занимает, пылится. Ну вроде Иорданская вода. У нас тут источник рядом, из-под тюрьмы течет, где расстреляли монахинь. Там все так аккуратно сейчас сделано. Никуда ехать не надо. Пасха от слова пас из детского концерта. Да. Правильно. Песах. Еврейское слово исход. Вот. Ну еще, если нету, то ли и дальше, или расходимся. Трапеза всех разморила, похоже, и все спать захотели. Игнатий Тихонович, молитвы будут утренние продолжаться? Да. В том же режиме. В том же режиме. Хорош. Тут надо подключить. Я не вижу здесь, Надежда Васильевна, это и здесь или нет. Она хорошо это все знает. Давайте наверное завтра пропустим, потому что завтра в восемь у нас богослужение. служения. Ага. Ну, так вот успей сказать. Завтра никак. Батюшка приехал уже. Завтра не будет, а вот в автонии в 4.40. А вы лучше завтра всех к нам собирайтесь на литургию и побудете с нами. Да с удовольствием бы рядом, если было. С великим с удовольствием. Хорошо. Все свои. Тишина, порядок. А это вчера одной женщине разрешили прийти. Так она говорит, еще и дома плакала. Какой порядок. Да я такого не видала никогда. Это был валент император орианин. Ну и как-то самый такой шумный праздник это богоявление. Там вода разливать. И он зашел, когда увидел какой порядок и говорит, я у себя ни в одном храме такого не видал, как у Василия Великого. Так. Ну что, 10 минут давайте еще позанимаемся. 12 минут осталось. Не против? 1 Петра 1 глава 18-19 стих. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Римлянам 3 глава 23-25 стихи. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Евреям 9-28 Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения. Прок Исайя 53-4-7 Он, но Он взял на Себя немощи наши и понес наши болезни, а мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим Его безгласен. Так Он не отверзал уст своих. То есть порок Исайя задолго до этих событий, задолго до предрек смерти и воскресения Христа. И еще с 10 по 12 стихи. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечно, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему Я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Открыт доступ для всех грешников к Святому Богу Евреям 10 глава с 14 по 23 стихи Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, а всем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не вспомяну более, а где прощение грехов, там не нужно приношения за них». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, окроплением, очистив сердца от порочной совести. И, а мы в тело водою чистую будем содержаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Может, вопросы у кого появились? Я думаю, следующий перекоп не стоит начинать. Так. Ну, вот здесь Наталья что-то прочитала. Ну, что, братья, нет вопросов, будем молиться, расставаться. Давайте помолимся. Ангел, Вапияши, благодать нечистая дева, радуйся, и пакереку радуйся, твой сын воскресе три дни вен от гроба, и мертвая воздвигнула, и люди веселитесь, святись, святись, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, на тебе дева сия, ликуй ныне веселись о сионе, ты же чистая красуя, Богородица, о восстании Рождества твоего. желающие помолиться, давайте, кто? Совершайте. Дмитрий Лемеш, давай, молись, Позвольте мне, я зачитаю как раз таки молитву из Ветхого Завета. Давай. А вы кто-нибудь потом догадаетесь, откуда это, хорошо? Слышно меня? Да. Сейчас прям буквально. Истовито. Что-что? Истовито. Все, я начинаю, брать. Благословен Бог, вечно живущий, и благословен царство его, ибо он наказует и милует, не взводит до ада и возводит, и нет никого, кто избежал от руки его. Сыны Израева, прославляйте его предъязычниками, ибо он рассеял между ними. Там возвещайте величие его, превозносите его под всеми живущими, ибо он Господь наш и Бог, Отец ваш во все веки, накажет нас за неправды наши и опять помилует и соберет нас во всех народах, где бы вы ни были рассеяны между ними. Если вы будете обращаться к нему всем сердцем вашим и всей душой вашей, чтобы поступать пред ним поистине, тогда он обратится к вам и не скроет от вас лица своего. Увидите, что он сделает с вами. Прославляйте его всеми глаголами уст ваших, ибо выславляйте Господа правды, и превозносите царя веков. В земле плена моего, и прославляя его, и проповедую силу, величия его народу грешников. Обратитесь грешники, и делайте правду пред ним. Кто знает, может быть, он благоволит о вас, и окажет вам милость. Превозношу я Бога моего, и душа моя небесного царя, и радуется о величии его. Пусть все возвещают о нем, и прославляют его в Иерусалиме. Иерусалим, город святый, он накажет тебя за делов сынов твоих, и опять помиловал сынок праведных. Славь Господа усердно и богословляй царя веков, чтобы снова сооружена была в тени его в тебе с радостью, чтобы он возвеселил среди тебя пленных, и возлюбил в тебе несчастных во все роды веков. Многие народы из Дерега придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами царю небесному. Роды родов восхвалят тебя с воскресанием радостными. Прокляты все ненавидящие тебя, будут вовеки любящие тебя. Радуйся и веселись о сынах праведных, ибо они соберутся и будут благословлять Господа праведных. О, блаженные любящие тебя, они возрадуются о мире твоем, блаженные скорбевшие о всех бегствиях твоих, ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу твою и будут веселиться вечно. Да благословляй душа моя Бога, царя великого, ибо Иерусалим отстранен будет из Сапфира, из Маргада, и из дороги камней. Стены твои башни и укрепления из чистого золота и площади Иерусалимские высланы будут берилом и анфраксом и камнем из Афира. На всех улицах его будет раздаваться Аллилуйя и будут словословить говоря Благословен Бог, который превознес Иерусалим на всем веке. Иисус, Христос воскрес, братья! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Что-нибудь знать момента? Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес!